Резервация индейского народа Тохоно-Отхам расположена на юге Аризоны и простирается по обе стороны от границы между США и Мексикой. До недавнего времени члены резервации имели особые привилегии. Они могли свободно пересекать границу через три специальных прохода. Теперь эти привилегии под серьезной угрозой. Индейцы переживают, что в случае постройки, обещанной президентом США Дональдом Трампом, стены на границе, территория индейского народа и сам народ окажутся буквально разделенным наполовину. Многие жители резервации живут на территории Мексики, но ходят в США на работу, к врачу или в школу. С другой стороны, если стена все же будет построена, но не затронет территорию резервации, то это чревато увеличением потока нелегалов в этот регион. По избежанию опасных инцидентов, власти резервации намерены повысить меры безопасности. Полиция американского города Кливленд разыскивает мужчину по имени Стив Стивенс, транслировавшего убийство в прямом эфире в социальной сети Facebook. На видеозаписи, которая была удалена примерно через три часа после публикации, запечатлен момент, когда Стивенс из близкого расстояния расстреливает пожилого человека в районе Гленвилл на востоке Кливленда. Спустя некоторое время на странице подозреваемого появилось новое видео, в котором он утверждал, что от его рук погибло много людей. Достоверность информации о том, что Стивенс может быть причастен к другим убийствам, в полиции пока не подтверждают. Власти Кливленда распространили в интернете приметы подозреваемого. Это темнокожий мужчина весом примерно 108 килограммов, который носит бороду. В видео с убийством на нем была надета темная футболка полу. Местные правоохранители предупреждают, что Стивенс крайне опасен и, скорее всего, вооружен. В Турции состоялся референдум о расширении президентских полномочий, за которые проголосовали 51% граждан страны, против около 49%. В результате голосования Турция превратится из парламентской в президентскую республику. Принятые на референдуме поправки Конституции наделяют президента страны Эрдогана беспрецедентными полномочиями и позволят ему оставаться на этом посту до 2029 года. Крупнейшие города Турции – Стамбул, Анкара и Змир – по предварительным данным проголосовали против изменений. Не поддержали поправки в Конституцию и турки, живущие в России, Британии и США. Однако турецкие граждане, проживающие в странах Центральной Европы, высказались за предложенные реформы. Китайский гигант интернет-продаж сайт Алибаба развивает трансграничную интернет-торговлю с намерением создать так называемый «шелковый путь» 21 века. За последние годы интернет-магазин существенно расширился в Индии, Малайзии и России. Платформа Алибаба занимается преимущественно крупными оптовыми поставками, но специально для пользователей был создан интернет-магазин Алиэкспресс, который уже имеет более 100 миллионов пользователей по всему миру. Кроме того, что забавно, в крупных городах, например, в Москве, после запуска интернет-магазина, начали появляться магазины реальные, где покупатели перед осуществлением заказа могут посмотреть на вещи и примерить их. Популярность интернет-магазинов растет год от года. В Эстонии, по последним данным, около 13% техники и товаров для красоты заказываются через интернет. Американское аэрокосмическое агентство НАСА опубликовало обновленный вариант ночной карты Земли. Предыдущая версия выкладывалась еще пять лет назад, в 2012 году. Поскольку получить подобные кадры единым снимком невозможно, ученым пришлось создать цельное изображение, совместив множество фотографий различных регионов планеты. В высоком разрешении карту можно посмотреть на сайте НАСА. Как отметили в агентстве, дополнительный интерес эти кадры вызывают во время сравнения с аналогичными фотографиями пятилетней давности. На них, в частности, видно, как сильно за это время успели развиться и расшириться некоторые города и регионы. Наиболее заметны эти изменения на примере спутниковых снимков Индии. По словам представителей НАСА, ночная карта Земли может быть использована для самых разных практических целей. Например, ООН уже применяет ее для изучения последствий войн в разных регионах планеты и движения переселенцев в охваченной войной Сирии. Новое явление на дорогах Кубы – колонна современных американских мотоциклов «Харли Дэвидсон» с туристами за рулем. Они с рокотом пробираются по Гавани, чтобы начать тур по острову, который организовал сын одного из самых влиятельных людей страны. Лидер поездки и инициатор всего мероприятия – Эрнесто Гевара, младший сын иконы революции Че Гевары, чей гигантский портрет расположен на площади революции в Гаване. Эрнесто Гевара – юрист по образованию, но он оставил профессию, чтобы начать свой мотобизнес вместе с женой, которая заведует бухгалтерией и периодически присоединяется к нему в поездках. Они привлекают байкеров со всего мира, включая растущее число мототуристов из США. На выбор у мототуристов есть два варианта тура по Кубе – шестидневный и девятидневный. Стоимость от 3 до 6 тысяч долларов. Пока недостатка в желающих нет.